Федерация независимых профсоюзов России отказалась принять в свой состав новую организацию. Как такое возможно? Ведь каждый профсоюз, входящий в состав объединения, перечисляет 20% своих взносов ФНПР. Что же заставило профсоюзных бонз отказаться от денег? История произошла в Приморском крае, где ФНПР представлена территориальным отделением Федерации профсоюзов Приморского края. Свежесозданный профсоюз отправил делегата в офис ФППК для оформления документов на вхождение в федерацию, но получил категоричный отказ. Дело в том, что новый профсоюз создавался как отраслевой, когда его членами являются не работники одного предприятия, а представители одной профессии из целой отрасли. ФППК отказалась принимать подобную структуру в свой состав. В качестве выхода из ситуации делегату предложили организовать отдельные профсоюзы на каждом предприятии отрасли. Но в строительной индустрии нет постоянных коллективов. Застройщик нанимает подрядчиков и субподрядчиков, которые приступают к работам на разных этапах. Число работников непостоянное, продолжительность работ различная. Большинство рабочих просто не пересекаются друг с другом. В подобной ситуации нельзя создать профсоюз конкретной стройки или отдельной строительной фирмы. Зато можно создать отраслевой профсоюз – сварщиков, штукатуров, электриков. Наша страна может похвастаться прекрасными примерами отраслевых профсоюзов, например, авиадиспетчеров или докеров. Отказ ФППК принять новичков вполне закономерен. ФНПР занимается не защитой прав трудящихся, а обеспечением явки на выборах, организацией массовых мероприятий в поддержку властей, сдерживанием народных протестов. Как они это делают? Например, объявляют правительство о пенсионной реформе или отмене районного коэффициента, и трудящиеся начинают роптать. Профсоюзов ФНПР всех успокаивают, обещают провести митинг и обратиться к президенту. Обычно митинг назначается на рабочий день, а чтобы люди точно не пришли, в листовках не указывается место и время сбора. На митинг закономерно приходит очень мало людей. В основном это организаторы из ФНПР. Остальные граждане в это время находятся на работе. Ситуация кардинально меняется, если мероприятие нужно власть придержащим. Разворачивается многотысячное шествие, распределяется кто и сколько человек приведет, у кого какой плакат, кому выдать по 500 рублей и т.д. Не связывайтесь с ФНПР и их филиалами, не становитесь марионетками в чужих руках. Организуйте по-настоящему независимые профсоюзы, объединяйтесь в борьбе за интересы рабочих. Вслед за новым профсоюзам из Владивостока вступайте в Федерацию профсоюзов России ФПР. Это единственное профсоюзное объединение, выступающее за коллективные требования.